Конференция 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 Результат – это когда вам должны деньги, чтобы у вас был бы шанс получить свои деньги и чтобы вам заплатили долг, который вам его должен. Поэтому процессы разные нужны для того, чтобы достигнуть этой цели. Но один из них – это независимая, компетентная, подотчетная частная система исполнения. И наша задача вообще помочь этой частной системе, которая уже работает с 2017 года, иметь больше возможностей продвигать украинское общество к этой порядочности, чтобы была бы финансовая ответственность в обществе. Идея первая – нужно взаимодействовать, работать вместе. Намного чаще садиться за круглые столы и общаться, просто-напросто общаться. Почему? Потому что, наверное, от судебной ветки власти очень многое зависит, правильно? От качества решения, своей временности вынесения решений. И частные исполнители, от их работы, от их конечного результата зависит очень много. Когда гражданин получает решение суда, он может его быстро, качественно исполнить. Мне представляется ситуация следующим образом, когда человек получает решение суда, отдает его на исполнение и в кратчайшее время решение будет выполнено. Человек получит долгожданное удовлетворение от того, что все в цикле, в государстве сделано правильно. Пошел в суд, защитил свои интересы, получил решение суда, обратился к частному исполнителю. И тут без проволочек, без всяких проблем, выполнил то, что нужно было сделать. Гражданин доволен. И здесь выигрывают две стороны. Выигрывает как суд, так и выигрывает приватный ваконавстик, частный исполнитель. Почему? Потому что любое решение суда, которое не может быть исполнено по каким-либо причинам, оно не получит гражданин надлежащего удовлетворения, потому что он не достигнет конечной цели. Я думаю, это не первая встреча, и мы будем постараться и с судьями больше встречаться с частными исполнителями, нарабатывать наши дальнейшие какие-то планы, работать, и если будет получаться и у нас, и у приватных ваконавстик, я думаю, что это только плюс будет. Во всем мире не любят исполнителей. О них слагают анекдоты, о них рассказывают истории, как избежать встречи с ними, поэтому исполнителей не любят. Но, с другой стороны, человек должен тоже понимать, если он какой-то долг совершил, никто его в этот долг не втягивал. Есть, конечно, исключительные случаи, мошенничество и так далее. Но если мы говорим о обычном гражданском обороте, то человек сам создает себе долги, где к нему в итоге, после всех позитивных решений кредитора, к нему приходит исполнитель, и нужно исполнять. Общая позиция такая в обществе сложилась, что неисполнение суда не является каким-то, знаете, порицаемым в обществе явлением. Наоборот, люди хвастаются тем, что они или обманули суд, или обманули исполнителя. В общем-то, общая культура соблюдения закона, соблюдения взятых на себя договорных обязательств у нас не очень высокая, это плохо, это не проблема общая. Но, конечно же, совместными усилиями мы должны бороться, потому что правильное общество – это общество с четким соблюдением обязательств взятых на себя. Национальный университет Одесской юридической академии занимает ключевую позицию в реформировании системы исполнительного производства. Почему? Потому что, во-первых, профессорский преподавательский состав занимается активной научной деятельностью, разрабатывает, анализирует действующие нормативно-правы акты, которые есть, дают свои выводы, заключения относительно тех, тех проектов, которые на данный момент рассматриваются в парламенте. Плюс важно также подчеркнуть, что наш университет – это тот университет, который уже системно в течение последних двух лет готовит будущих частных исполнителей. То есть в течение двух лет готовятся новые кадры для системы исполнения решений судов. Ну, понятно, что в нашем университете эта работа поставлена на высшем уровне, да, и, конечно же, с стен университета выходят только профессионалы, которые имеют большой опыт работы и высокий уровень знаний. Сергей Васильевич как раз мотиватор во многих таких новациях, и в том числе в том, что у нас вообще появились курсы частных исполнителей. И всячески поддерживает эту инициативу, потому что это тоже и престиж вуза. Ведь мы готовим не только студентов, а уже выросших студентов, которые идут дальше. Наши птенцы летят покорять новые вершины. И, конечно же, мы тоже хотим поучаствовать в том, чтобы подготовить их правильно, для того, чтобы и слава вуза была, и частные исполнители. Это только один из примеров, где мы стараемся развивать дальше наших уже выпускников. Но на примере частных исполнителей нам сделать это легче, просто потому что это глубоко мотивированные люди, которые четко приходят на курсы для того, чтобы получить знания и сдать экзамен. Вы знаете, мотивированный человек и учится лучше, и дальше работает лучше. Конечно, мы знаем, что юридическая академия одесская готует представителей профессии. И, власне, говоря про качество подготовки, лучше свидетельствует качество этих приватных виконавцев, потому что это уже четвертый захват, который происходит именно в Одессе. И очень сильная впливовая самая сплака приватных виконавцев Одессского региона. И это невозможно было без, естественно, качественного фундамента, который заключается в данном случае в стенах Одессской юридической академии. Поэтому Министерство юстиции только витает эти вещи. И, в принципе, если это впливает на развитие позитивной профессии, то это свидетельствует о фаховости того виконавческого склада, который действует подготовку приватных виконавцов. Тут есть взаимозвязков очевидный и очень приятно, что, власне, это происходит. Само прекрасно.